Дорогие друзья, я вас приветствую. Знаю, что еще давным-давно обещал рассказать о нашем новом жильце, белоснежном слепом голубе. Дело в том, что на данный момент птица находится на передержке и приедет она уже домой, ну примерно через месяц, может быть чуть-чуть побольше. И тогда уже сделаем подробный, интересный рассказ, покажем птицу со всех ракурсов, со всех сторон, ну и более детально с зефиром познакомимся. Да, именно так мы назвали белого голубя, зефир. Посмотрите несколько кусочков видео, я попросил женщину, у которой он находится на передержке, чтобы, ну хотя бы несколько кусочков вы могли увидеть. В общем, приятного просмотра, дорогие друзья. А более подробный рассказ уже будет позже, когда зефирушка приедет в его новый постоянный дом. Доброго времени суток. Вот такой белый бакинский голубь с врожденной аномалией, к сожалению, у него нет глазных яблок, не умеет летать. Голубь хороший, хорошо слышит, крупный, было рождено два птенца, один птенец абсолютно нормальный, а второй, к сожалению, родился слепым. Хорошее чувство слуха, нет страха, потому что он ничего не видит, он не умеет летать, держится на руке, можно гладить. Хорошенький голубь, пескунчик, примерно ему два с половиной месяца, около трех. Отец может быть отличным другом, требуется внимание, требуется приручение к корму. Отец его, к сожалению, практически не кормит, мы докармливаем со шприца. Пить учим, макаем клювик в емкость с водичкой, и он таким образом учится пить. Симпатичный белый, молодой, голубь мира, к сожалению, попал в такую ситуацию врожденную. Очень требуется помощь и добрые, заботливые руки. Да, малыш? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok